Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире РГВК «Дагестан» и вы смотрите программу «Подробности». Сегодня у нас в гостях заместитель директора Центра поддержки гражданских инициатив Муравейская Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вкратце, предисловие. У нас изменения по грантам. Теперь от разного рода профильных министерств и ведомств вся эта история перешла непосредственно к вам, Центр поддержки гражданских инициатив. И, насколько я понимаю, там есть изменения по процедуре, по бюджету. Но давайте поподробнее и сначала вы сами погружайте нас в эту историю. Ну, поскольку сегодня вся наша встреча будет посвящена только грантам главы... Главы Республики. Главы Республики Дагестан, то, разумеется, очень важно осветить максимально подробно те извинения, которые произошли с этого года. Да, ведь. Ну, самое первое, вы уже обозначили, что с этого года оператором грантов официально выступает Центр поддержки гражданских инициатив. И, соответственно, вся процедура и подача заявок будет осуществляться в одно окно, то есть к нам. И происходить это будет не в бумажном варианте, как раньше, а в электронном, то есть через сайт. То есть теперь у нас в Дагестане функционирует сайт, который называется гранты главы 05.рф. И вот именно на этом сайте будет осуществляться прием заявок, кстати, уже осуществляется, потому что конкурс объявлен. Это первое. Второе. Подавая заявку, важно ознакомиться с положением о конкурсе. Оно достаточно подробное, оно достаточно большое и объемное, и оно тоже размещено на этом сайте конкурсов. Ольга Владимировна, вот давайте чуть-чуть откатимся назад и коротко поясним нашим телезрителям, с чем возникла такая необходимость передачи всех этих грантов, конкурсов, о которых мы, по крайней мере, сейчас говорим, от разного рода профильных министерств и ведомств именно в ваше ведение. То есть были, видимо, какие-то объективные тому предпосылки, причины и так далее, да? То есть я так полагаю, вы это все улучшите и оптимизируете весь процесс. Об этом речь? Давайте тогда мы начнем с федеральной предыстории. Давайте. Потому что конкурсы и гранты, вольно или невольно, когда мы проводим в регионах, мы все равно смотрим, а как там в стране, а как это на федеральном уровне все организовано. Так вот, поддержка некоммерческого сектора, она вообще-то выведена в государственную политику. И в свое время в Российской Федерации существовали президентские гранты, которые предоставлялись некоммерческим организациям. И операторами этих грантов выступали несколько очень крупных фондов, тоже некоммерческих организаций. Для того, чтобы получить грант, надо было обращаться или в один фонд, или в другой, или в третий, или в четвертый. Так вот, в 2017 году эта процедура, обращение за президентскими грантами, была унифицирована. По решению президента Российской Федерации был создан единый оператор, федеральный фонд президентских грантов. И теперь конкурсы начал проводить один единственный оператор на всю страну. Соответственно, вот примерно в этом же русле двигаемся и мы в Республике Дагестан. Просто удачный кейс был масштабирован в том числе до уровня региональных грантов. То есть здесь можно увидеть зеркальную историю того, что раньше гранты главы были, вернее, распределением грантов главы занимались определенные министерства и ведомства по своим тематическим направлениям. То сейчас все конкурсные процедуры унифицированы и опять-таки сконцентрированы в рамках одного конкурса. Унифицированная, я попробую это расшифровать, то есть форма подачи заявки, вся логистика, вся процедура прохождения конкурса, она такая стандартная по всем тематикам. Независимо от того, к какому из ранних министерств это могло бы относиться. То есть к каждому ведомству могли как-то все по-своему обыгрывать это в рамках, опять же, закона. А в Центре поддержки грантов и инициативы это все будет как в одно окно, по одним рельсам идти, правильно я понимаю? Ну вот мне, наверное, проще рассуждать о том, как это будет сейчас, нежели о том, как это было устроено. Все, давайте, как это сейчас. То есть сейчас, как я уже обозначила, то есть сейчас мы официально уполномочены проводить этот конкурс. То есть у нас даже есть статус на основании указа главы, мы прям так и называемся, операторы грантов. И с этого года направления конкурса, они тоже были пересмотрены. И если раньше, допустим, за каждым министерством был закреплен определенный участок конкурса, и, допустим, министерство по делам молодежи, оно занималось своим каким-то узким направлением и принимало заявки, оценивало, то сейчас, во-первых, количество направлений сильно расширилось, то есть их количество увеличилось. И сейчас, то есть подавая по любому направлению заявку, то есть твоя заявка будет участвовать на общих основаниях. Бюджет, он поменялся, увеличился или, ну, не дай бог, может быть, снизился, я не знаю, там, какие у нас изменения по бюджету? Ну, нам, конечно, очень отрадно, что бюджет увеличился. А, увеличился. Да, и увеличился. Если не секрет, было столько, стало столько или в процентном хотя бы соотношении? Увеличился и, на мой взгляд, достаточно ощутимо увеличился. Ну, насколько, насколько? То есть, если раньше грантовый фонд, если я правильно помню, был 26 миллионов, с этого года республиканский бюджет выделяет 35 миллионов. Нормально. А, помимо этого, еще и грантовый фонд увеличился за счет привлечения федерального софинансирования. Да, софинансирование президентских грантов получается. Да, мы получили в этом году софинансирование из фонда президентских грантов, то есть у ФПГ есть своя собственная программа поддержки. Вот таких региональных конкурсов, она работает уже с 2021 года. И, надо отдать должное, Дагестан привлекал средства фонда президентских грантов, но в чуть меньшем размере. И эти средства уходили на финансирование конкурсов, которые проводил Минтруд. То есть, с этого года мы, как оператор грантов, как региональный представитель для фонда президентских грантов, То есть, мы эти средства получили в размере 13 миллионов, но чуть больше, чем 13 миллионов. И эти средства увеличивают наш общий грантовый фонд. Почти до 50, да. Вот, то есть 35 плюс 13. То есть, у нас 48 миллионов. При этом, в этом году будут конкурсы отдельно для некоммерческих организаций и отдельно для физических лиц. Но преимущественно для никого все-таки, видимо, да? И если мы говорим про средства, ну, про грантовые фонды, то для некоммерческих организаций грантовый фонд составит 43 миллиона, а для физических лиц 5 миллионов. И начинаем мы в этом году с конкурса для НКО. Так, теперь по суммам, это мы говорили об общем бюджете. А теперь конкретнее по грантам. То есть, какая минимальная, скажем так, сумма поддержки в рамках того или иного гранта? То есть, вот сейчас в конкурсе, который объявлен и который адресован некоммерческим организациям, установлен верхний предел суммы, на которую они могут запросить средства бюджетные, это полтора миллиона рублей. Для физических лиц сумма будет иная, и эту сумму мы все с вами вместе узнаем ближе к осени. Пока неизвестно. Пока... Плюс-минус 500 тысяч, скорее всего. Пока я даже сориентировать не могу, потому что я этой информацией не владею. Это мои догадки, это неофициальная позиция. Будем считать, что вы очень сильно ратовали за то, что физические лица могли... Физики, я ваш лоббист, имеющий ли вы. Да, да. Чтобы физические лица могли подать на конкурс более масштабные проекты. Так вот, конкурс для некоммерческих организаций, верхняя планка, полтора миллиона рублей. Нижняя. Да. Но надо понимать, что есть еще ряд условий. Первое, что в конкурсе могут принимать некоммерческие организации, срок существования которых чуть больше одного месяца. Вот мы с вами сейчас разговариваем, а еще не народились те организации, вернее, еще не получили государственную регистрацию, те организации некоммерческие... Которые подадут. Которые могут подать заявку на конкурс, на текущий конкурс. Ну, это очень-очень либеральные условия. То есть, это, на наш взгляд, это очень хорошая стартовая поддержка для вновь организованных некоммерческих организаций. То есть, некоммерческие организации же просто так не появляются. То есть, как правило, за решением открыть некоммерческую организацию стоит либо человек, либо группа людей неравнодушных, которые хотели бы взяться за решение той или иной социальной проблемы. Систематизировав ее в рамках деятельности того или иного инкуда. Да. И получив свидетельство о регистрации, получив официальный юридический статус, эта некоммерческая организация в самом начале своего существования уже может претендовать на государственную поддержку. Это будет очень хорошим подспорьем для развития ее деятельности. Опять-таки, если у нас организация существует чуть больше, чем три месяца, то есть, такие организации могут подавать заявки на сумму до 300 тысяч рублей. Так, подождите. А до полутора миллионов это кто может претендовать? Те, кто более пяти лет существует? До полутора миллионов могут подавать заявки, которые действуют больше одного года. Давайте все-таки про них, потому что их большинство, они уже состоялись, они имеют определенную репутацию в обществе и, по крайней мере, целесообразность в выдаче им грантов, ну, она более-менее обусловлена. У них нижняя планка какая? Вот до полутора, понятно, миллион. Так не бывает нижней планки? Как не бывает? Нижней планки, ну как вам, мы же не можем вам сказать, подайте заявку, которая... Ну, не могут же они написать проект на 50 тысяч рублей, правильно? Которые больше одного рубля. Могут? Могут. А, окей, нижней планки не существуют. Все, понял? Нижней планки не существуют. Тогда вот ваши рекомендации, Владимир Владимирович, в том числе и тем, кто еще не народился, но пока еще существует в рамках какой-то инициативной группы, создает определенную, как говорится, такую гражданскую активность вокруг себя и в своей среде существования, обитания. Рекомендации по тематике, по вектору развития. Вот какие наиболее поощряемые будут в этом году, по крайней мере? Да, вы же сказали, что достаточно расширена сейчас сфера предоставления грантов. А что значит наиболее поощряемое? Наиболее на сегодняшний день, с точки зрения государственной политики поддержки грантов, направление развития гражданского общества. Как вы это видите и, как, собственно говоря, это будет по факту, в результате, одобрено для наших НКО или физлиц. Направления конкурсные. Расширились. Они расширены. То есть их количество увеличилось. И все те направления, которые представлены в положении о конкурсе, это как раз и есть все те самые важные для государства и в первую очередь для Республики Дагестан направления. Хотя бы несколько назовем. Кстати, из новых, что вы можете назвать из новых направлений? То, что ранее не было. Ну, новое направление сегодняшнего дня. Смотрите, произошла полная перестройка направлений. То есть нет такого, что просто были достроены направления, имевшиеся раньше. То есть они претерпели очень серьезные изменения. Я помню, несколько в качестве примеров, несколько новых направлений может быть. Давайте я не буду говорить про новые. То есть я просто на память скажу. То есть можно подавать заявки по направлению образовательные проекты, связанные с просвещением. Проекты, связанные с сохранением исторической памяти. Проекты, направленные на поддержку молодежных инициатив. Проекты, связанные с поддержкой людей старшего возраста. Безусловно, деятельность, направленная на патриотическое воспитание. Есть проекты социальной направленности. Очень серьезный большой блок про социальную поддержку, про социальную защиту населения. Есть направления, которые посвящены заботе о семьях и детях. В том числе детях особенных. Есть направления, связанные с защитой и охраной окружающей среды. То есть экологическое направление. Очень важный момент. А вот в рамках вот этой тематики есть возможность получить грант. Тем или иным физическим, по крайней мере, лицам до сих пор. Может, они завтра НКО организуют, которые занимаются, не знаю, там, собственно, счет лечением, прикармливают или просто ухаживают за бездонными животными, там, не знаю, собачками, кошками. То есть, если просто по факту есть такие люди, они этим занимаются. Но за счет привлечения, как в долг-шифтинге, как оно называется, когда вот привлечения частных средств. А если они вот будут действовать в рамках уже существующего такого грантового поля, как НКО, есть по такой тематике? Как мне нравятся ваши вопросы? Да, что? Ну, есть или нет? Нет? Потому что обычно такие вопросы нам и задают на консультациях. А вот я могу вот на это грант получить? В принципе, мы же для людей все снимаем. Дорогие участники, дорогие некоммерческие организации, дорогие неравнодушные граждане. Вот нет такого, что я вот на это грант получу, а вот на это не получу. А вот мне в какое лучшее направление подать заявку? Вот в это или в то? А вот ровно такие вопросы у них и возникнут. И вы вот отвечаете мне, как на консультацию. Все, я вот за них сейчас спросил, что вы мне ответите? Поэтому вопрос изначально некорректный. Хорошо, поправляйте. Изначально некорректный. Здесь не стоит, то есть не ведется разговор, в какое лучшее направление подать заявку, который вот приведет к стопроцентной победе и выигрышу. Или вот непременно я должен в своем проекте продемонстрировать такую деятельность, потому что она очень сильно востребована. А вот с такой деятельностью я приходить на конкурс не могу. Как упаковать, допустим, получается вот такую деятельность, которую я только что описал? Поскольку наша трансформация конкурса идет в русле федеральных тенденций. То есть мы смотрим на наших старших товарищей из фонда президентских грантов, потому что фонд президентских грантов – это самый крупный фонд, это крупнейший грант-оператор страны. И начиная с 2017 года, который проводит конкурсы регулярно, дважды или трижды в год. И за это время в фонда президентских грантов процедура конкурса и процедура оценки заявок была отшлифована. И эта процедура легла в основу многих региональных конкурсов. И мы в том числе. То есть с этого года все наши процедуры по проведению конкурса и распределению грантов главы Республики Дагестан полностью базируются на той методологической основе, на той базе практической и методической, которая разработана и апробирована фондом президентских грантов за многолетнюю историю проведения конкурса. Поэтому, когда мы говорим, а на какой грант я могу, в общем, на какую идею я могу получить грант, мы должны понимать, а как вообще конкурс устроен. А конкурс устроен намного сложнее. И заявки не оцениваются, ну вот как, допустим, в научном совете, когда кто-то защищает докторскую кандидатскую диссертацию, кто-то кладет белые шарики, черные шарики. Хорошая заявка, плохая заявка. Выдели деньги, не выдели деньги. Каждая заявка, подаваемая на конкурс, оценивается как минимум по 10 критериям. То есть заявку рассматривают в комплексе. 10 критерий, прям интересно. Оценивают не только идею, оценивают много что. Оценивают, насколько идея, проект, предложение востребована. И действительно ли эта инициатива нужна? Оценивают, насколько авторы заявки смогли продемонстрировать понимание проблемной ситуации, с которой они собираются работать. И насколько удачно и успешно они подобрали способы решения этой проблемной ситуации. То есть эксперты, оценивающие заявку, оценивают ее логичность. То есть начали, допустим, за здравие, и за здравие мы же должны закончить. То есть мы должны показать, как в ходе реализации проекта будет решена эта проблема. Я правильно понимаю, Ольга Владимировна, что в принципе, да, не от тематики, понятно, зависит успешность подачи гранта. Это скорее моя как бы дилетантская оговорка была. Вопрос состоит именно в том, что если деятельность уже осуществляется, она имеет определенные отклики у общества. Разумеется, уже скорее всего вокруг инициативной группы или самого индивидуального одного человека уже сформировалось некое сообщество лояльных, сопереживающих, соактивных, сопричастных, в том числе и на уровне софинансирования. Когда уже работа какая-то ведется и скорее всего даже не один год, то именно у такого проекта больше шансов получить финансирование. Правильно? Потому что есть конкретный результат, можно что бы показать. Вот мы работали у себя, как говорится, на коленках все собирали частными силами, а теперь мы будем в рамках государственного финансирования посредством грантов двигаться дальше, улучшаться, расширяться, масштабироваться. Вот опять не могу поддержать ваш посыл. То есть это не является, этот критерий не является выигрышным, да, то есть что мы уже работу какую-то проделали, можем показать результаты. Вы возмущены? Не, не, я спрашиваю, я спрашиваю, у меня вопрос такой, у меня вопрос деформация, я всегда возмущаюсь. Вы выглядите так, как будто вы возмущены. Вот я начала говорить, что заявка оценивается по 10 критериям. Как минимум два критерия касаются опыта организации. Ну да, да. То есть это вносит свою лепту, очень серьезную лепту в повышение оценки заявки. Все-таки есть больше шансов именно в таком случае. Шансы однозначно повышаются. Супер. Но опять-таки, на моем опыте есть достаточное количество новичков, которые вот только-только открылись или только-только начали. У которых идеи на руках, давайте честно. У которых идеи на руках и все. Кроме идеи ничего на руках нет. То есть они на бумажке написали, что мы хотим делать нечто и хотят сразу денег. Но они ничего не делали еще, правильно? Как-то вы сразу их негативно охарактеризовали. Я просто несколько раз был, извините, членом комиссии выдачи грантов. Я такой ерунды начитался порой. У меня уже жесткий скепсис. Я уже, извините, ты давай покажи, дружище, что ты там реально сделаешь. Без наших грантовых поддержек. А потом мы будем разговаривать. Но это моя позиция, извините, это не ваша. Ольга Владимировна, более лояльна, да. Я-то как раз хотела привести в пример те организации, тех активных людей, которые зарегистрировали в НКО. И действительно, да, с вашей точки зрения, вам кажется, что они имеют голую идею. Но, как правило, НКО организуют люди с опытом. Пусть опыта у НКО мало, пусть он будет нулевой. Но команда, которая стоит за этой новенькой некоммерческой организацией, вновь народившейся, она очень сильная и опытная. И вот о чем я начала говорить. То есть на моей практике достаточно много таких проектов, которые побеждают в конкурсе, то есть не имея за плечами какого-то серьезного опыта. Но, безусловно, безусловно, чем опытнее, чем старше организация... Тем больше шансов. Тем лучше она понимает поле, в котором она работает. Тем легче ей обосновать и проблему, и востребованность. И, то есть продемонстрировать, а кому вообще этот проект нужен, он нужен вот ему, ему и ему. То есть приземлить проект. Если вы позволите, я какое-то время уделю рассказу об этапах конкурса. То есть вот сейчас, раз уж мы говорим о том, что объявлен конкурс, мне кажется, важно назвать даты. Сейчас объявили конкурс мы с 27 апреля, и заявки будут приниматься до 17 июня. Заявки будут приниматься... До 17 июня. До 17 июня. Важно обратить внимание до 18 часов дня вечера. Ну, тогда лучше до 16 июня, чтобы не опоздать. Соответственно, заявки, как мы уже разобрались, будут приниматься в электронном варианте на сайте. И вот в 18.01, 17 июня, система заблокирует вообще, в принципе, возможность эту заявку подать. После того, как заявки будут поданы, они будут отсмотрены. А вообще заявка соответствует требованиям конкурса. А участник может принимать, вернее, а заявитель может принимать участие в конкурсе или нет. После чего заявки одобряются внешним контролирующим органам. У нас есть такое в Дагестане. Это координационный совет конкурса. И допускаются до независимой экспертизы. Вот важно, наверное, еще и на этом заострить внимание, что порядок экспертизы, это же сердцевина конкурса. То есть порядок проведения экспертизы, критерий, по которым оцениваются заявки, они все обнародованы и опубликованы на нашем сайте. То есть любой заявитель может открыть и посмотреть, а как же на основании чего будут оценивать мою заявку. И даже на этапе ее подготовки и подачи сориентироваться на эти требования. И где-то что-то подкорректировать и подшлифовать свои заявки. Так вот, после подачи заявки нам предстоит очень серьезный этап оценки. И после завершения оценки каждую заявку будут оценивать как минимум два эксперта независимых. Это прям даже сильно мало. Я думаю, там побольше надо экспертов. Как минимум два, там я даже минимум пять поставил, да? Окей. Как минимум два эксперта. Как минимум два. Да, как минимум. Мы же не говорим два эксперта, мы говорим как минимум два. И после завершения итогов экспертизы, координационный совет конкурса будет уже озвучивать итоги конкурса и опубликовывать перечень победителей. И вот только после этого мы можем перейти вот к тому этапу, который вы тут озвучили. Что с победителями будут заключаться договоры гранта и предоставляться грантовые деньги. То есть средства гранта будут предоставляться, как правило, в начале реализации проекта. То есть не будет такого, что победителям придется вкладывать свои деньги, изыскивать какие-то ресурсы, авансировать свой проект и только после этого обращаться за компенсацией расходов. Нет. То есть как только мы заключили договор гранта, обязательства взяли на себя, и мы как грантоператор, и некоммерческая организация как победитель конкурса, все после этого в течение какого-то начального периода реализации проекта деньги поступают. Как правило, какой календарь реализации грантов? Или там есть четко расписанное, то есть это годовой, полугодовой? Спасибо за то, что вы напомнили, что обязательно надо сказать. Да. А сколько может длиться проект? Да. Проект может длиться не больше 18 месяцев. И для текущего конкурса, для некоммерческих организаций, проекты могут начинаться не раньше 1 сентября этого года. И заканчиваются они позднее 28 февраля 2026 года. Полтора года. То есть 18 месяцев, полтора года? Да, полтора года так и есть. Важное дополнение, что это максимальный срок. Но выбрать период реализации внутри вот этого срока каждый может свой. То есть не обязательно, чтобы все проекты начинали с 1 сентября и заканчивали 28 февраля. То есть проекты могут начинаться и в декабре, и в январе, и в марте следующего года. Эти деньги не возвратны. Я так понимаю, есть определенный какой-то контроль по реализации грантов, проектов со стороны, я знаю, вашего как бы доведомства или там коалиционного совета. Кто вот непосредственно контролирует, надзирает на тем, чтобы эти деньги целевым образом были зарасходованы? В первую очередь мы, как оператор грантов, и то есть это такая достаточно серьезная процедура. То есть будут за каждым грантополучателем закреплены наши сотрудники. И здесь бы, знаете, мне бы не хотелось бы говорить, что в первую очередь функция там контрольная, надзорная. Нашим людям не лишним будет об этом надзорить. Здесь, безусловно, то есть у нас функция смешанная. То есть с одной стороны мы, безусловно, будем контролировать целевое расходование средств и истребовать их обратно. Если вы обнаружите нецелевое расходование. Если мы обнаружим нецелевое расходование средств. Но с другой стороны у нас функция еще такая поддерживающая. Потому что на этапе реализации проекта наши победители могут сталкиваться с различными трудностями, которые... Документы оборота, например, да? В том числе. Даже просто ситуационными. Ну, например, несколько лет назад случился ковид. И очень многие проекты некоммерческих организаций, ну, просто оказались под угрозой реализации. И здесь как раз наша поддержка будет заключаться в том, что мы будем помогать нашим победителям трансформировать их проекты без ущерба для идеи, без ущерба для реализации. В рамках существующих обстоятельств. В рамках существующих обстоятельств. Друзья, мы поговорили о том, как сегодня, в этом году теперь можно получать гранты. С этого года. С этого года, да. С 2024 года можно получать гранты. Конкурс, насколько я понимаю, объявленный, продлится до 17 июня. Напомните, пожалуйста, на какой сайт нужно зайти, чтобы ознакомиться со всеми условиями и с тематическим спектром. Гранты главы 05.рф Вот, гранты главы 05.рф. Заходим на этот сайт, просматриваем все, подробно ознакомимся и делаем соответствующие выводы. А под что из этих пунктов подходит то, чем вы, скорее всего, уже занимаетесь, либо планируете заниматься. Я напоминаю, сегодня в гостях программы подробностей была заместитель директора Центра поддержки гражданских инициатив Муравейская Ольга Владимировна. Ольга Владимировна, вам спасибо большое за деленное время. Желаем вам успехов и успехов вашим подопечным. Опять-таки, в заключение, очень хочется обозначить возможность для всех наших участников получить персональную консультацию по подготовке заявок на конкурс. Ну, собственно, в каком-то плане мы вот сейчас и опробировали эту возможность. И для того, чтобы записаться на консультацию, можно позвонить по телефону или заполнить заявку на нашем сайте. Телефон какой? Телефон Махачкалинский 98 97 50. Это первая возможность, то есть, как можно оставить свою заявку на консультацию. И вторая возможность, это напрямую нажать на нашем сайте кнопочку «Запись на консультацию», записаться на консультацию, заполнить форуму и отправить к нам в центр. Отлично. Друзья, я надеюсь, вы все записали, все запомнили и приступили сразу к делу. Это была программа «Подробности» РГВК «Дагестан». Оставайтесь с нами, не болейте.